Девушки отдыхают Шутку ополчились на Bethesda и Microsoft. Последним теперь придется отнюдь не сладко. А потому нечего попусту терять время. Скорее хватайте кофе с пончиком и врубайте полицейскую сирену для крутости. Потому как первый в своем роде патруль по отлову горячих игровых новостей приступает к своей работе. Не так давно сообщество Диабло обратило внимание на жалобу актрисы и телеведущей Вупи Голдберг. Та посетовала на отсутствие у свежеиспеченного квадриквила поддержки МакОс. Голдберг пользуется устройствами от компании Apple, а также является давней поклонницей серии Диабло. Четвертую часть которой на эту платформу, увы, не завезли, вызвав разочарование, в том числе и у множества других фанатов. Для актрисы это стало настолько неприятным сюрпризом, что она немедленно высказалась об этом публично. Голдберг потребовал от Blizzard позволить пользователям Мак поиграть в игру. Ну или вернуть кровно заработанное обратно, потому что никакого предупреждения об отсутствии поддержки игры на данной платформе актрисе не поступало. К тому же ранее Blizzard таки выпускала свои игры на обе операционные системы. Однако время шло и политика компании, судя по всему, поменялась кардинально. Вупи также отметила, что подобный ход со стороны компании-гиганта оставил ее натурально в ярости. И еще одну лишнюю копию уже для консоли Xbox она покупать отнюдь не намерена. Сама же компания Blizzard возмущение комедийной актрисы оставила без комментариев. Дополнительный контент для симулятора жизни The Sims 4 выходит по принципу конвейера, и порой свежие обновления даже не успеваешь замечать. И вот, похоже на подходе очередной новый контент. Ожидается, что в игре скоро станет доступна возможность выращивать лошадей, а также приобрести личное ранчо с возможностью его обустройства. Дополнение получит название Horse Ranch Expansion Pack, а точная дата его релиза пока не объявлена. Однако описание подсказывает, что выход он его может состояться до конца августа. Поклонники симулятора также смогут освоить верховую езду и заняться прокачкой характеристик новоиспеченного четвероногого подопечного. Таких как, к примеру, прыжки и ловкость. На недавно прошедшем мероприятии Summer Game Fest была представлена грядущая игра про супербыстрого ежика от Sega, Sonic Superstars. Данный проект представляет собой классический 2D-платформер, отдающий дань уважения каноничным играм о Сонике, но с современной графикой и физикой. Касаемо последнего был дан отдельный комментарий, автором которого стал директор другого успешного проекта ЕЖ, Sonic Mania, Кристиан Уайтхэт, который, по всей видимости, держит руку на пульсе, что касается разработки новинки. Уайтхэт отметил, что в готовящейся игре будет классическая физика, аналогичная Sonic Mania, тепло принятой игроками, но перенесенная на мощности современных 3D-ускорителей. Тем самым игра будет сочетать как колдовый дух и привычные элементы, благодаря которым серия игр о Сонике и стала такой популярной, так и современные, отвечающие требованиям времени и общепринятым стандартам. Не секрет, что компания Sony планирует активно продвигать свои игровые проекты путем создания киноадаптаций или экранизационных в виде сериалов. Первый сезон, оцененного многими The Last of Us, давно уже отгремел и продолжение подтверждено официально. Какое-то время ходят слухи об адаптации «Бога войны», а киноадаптация гоночной серии «Гран-туризма» выходит в августе этого года. Готовится также экранное воплощение «Призрака Цусимы». О том, что фильм находится в активной стадии производства, сообщил режиссер Чад Стахельский. Режиссер квадрологии о Джоне Уике его, собственно, и снимает. По словам постановщика, в данный момент команда тщательно изучает исходный материал и проводит мозговые штурмы по поводу того, как лучше адаптировать историю для киноэкранов. Ведь крайне важной задачей съемочной группы является сохранить и бережно перенести уникальную визуальную эстетику игры, на достойном уровне передать драматизм повествования и раскрыть персонажей как следует, уместив, помимо прочего, все это в два с половиной часа хронометража. Также Стахельский выразил надежду на то, что фильм удастся выпустить полностью на японском языке для пущей аутентичности. И, вероятно, тут беспокоиться режиссеру вполне даже не стоит, ведь вроде как Sony всецело даже поддерживает подобную идею. И еще немного про киноадаптации. Хидео Кодзима прояснил ситуацию, касаемо экранного воплощения Dead Stranding, уточнив свою роль в данном проекте. Гейм-дизайнер написал в Твиттер, что за режиссуру отнюдь не отвечает, так что на сей раз поклонники обойдутся без приятного глазу directed by Хидео Кодзима. Постановкой займется некто другой, а якутский разработчик будет пристально следить за аутентичностью дизайна, внешнего вида и содержания грядущей картины. Иными словами, исполнит роль куратора и консультанта, ну, разве что немного поработав над написанием сюжета. Помимо новостей об экранизации, Хидео поведал поклонникам о своей давней мечте. Так, на примере документального фильма Хидео Кодзима Connecting World разработчик рассказал, что в будущем хотел бы побывать в космосе, а также создать игру, в которую можно будет сыграть в этом самом космосе. Идея амбициозная, а потому не обойтись без сторонних инвесторов. Некоторые уже даже начали писать Илону Маску с просьбой подсобить гейм-дизайнеру, но тот пока комментариев дать, увы, не успел. Зная бизнесмена, ожидать какого-то интересного поворота событий в данном ключе вполне себе возможно. А потому пристально следим. Разработчики Assassin's Creed Mirage продолжают потихоньку делиться подробностями об игре. На сей раз свои пять копеек в копилку достижений закинул директор по анимации Ubisoft Бенджамин Фокс, который сообщил, что анимации Басимы удивят плавностью и изяществом, а стиль ведения боя новоиспеченного убийцы позволит почувствовать себя самураем или рыцарем-джедаем. Разработчики добавили массу новых движений, например, чтобы ускорить лазанье или сделать переходы между анимациями более плавными, нежели раньше. Кроме того, сообщается, что игрок сможет переключиться с одного типа атаки на другой буквально мгновенно. Отдельного упоминания удостоились и сражения на мечах, разработчики вдохновлялись много чем. Да так много, что даже не раскрывает всех карт, сообщив лишь то, что в бою Басим однозначно не будет столь жестоким, сколь был Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. А потому от системы отрубания конечностей на этот раз решили полностью отказаться. На недавнем судебном заседании по случаю слияния Activision и Microsoft представители последних заверили, что факт долгожданного слияния ни в коем случае не затронет бизнес-процессы компании Бобби Котика. В частности, полноценную модель распространения проектов студии без обязательного требования добавлять крупные тайтлы типа Call of Duty в сервис Game Pass. Подобный ход, если бы имел место быть, предположительно бы сильно пошатнул стабильно высокие продажи успешной шутерной серии. Однако, по словам юристов, технологический гигант в лице Microsoft вовсе не намерен прогибать купленные студии под себя и навязывать собственную бизнес-стратегию. Отнюдь, маки в этом плане топят за автономность и независимость принятия решения. В качестве примера была проведена аналогия с их недавней покупкой компанией Mojang, ну или, к примеру, Bethesda, в разработку и распространение игр которых корпорация лезть не намеревается. Авторы Marvel Spider-Man 2 тоже продолжают рассказывать об особенностях и нововведениях своего грядущего проекта во вселенной Человека-паука. В Инсомник рассказали об увеличениях размера карты. Место действия, как известно, останется все то же. Следить за порядком мы по-прежнему будем на улицах Нью-Йорка. Однако мегаполис существенно прибавит в своих размерах. Еще не так давно нам рассказывали о двух новых районах, что должны появиться в сиквеле – Бруклине и Квинси. Однако, помимо прочего, разработчики добавят и Кони Айланд – полуостров, входящий в состав Нью-Йорка, со своей собственной набережной и парком развлечений. Посему уже можно себе представить, насколько масштабней станет карта по сравнению с игрой-предшественницей. Напомним, что в первой части для исполнения паучьих пируэтов нам был доступен один лишь остров Манхэттен, хотя размеры его тоже были, не сказать, чтобы маленькие. Разработчик под ником Афар, состоящий в сообществе модеров серии Mass Effect, представил любопытную модификацию для первой части космической ролевой игры сборника Legendary Edition. Мод получил название Mass FPS First Person Camera, и изменения, как нетрудно догадаться, затронули камеру игрока. Теперь желающие смогут опробовать культовую боевую ролевку с видом от первого лица, тем самым рискуя получить уникальный игровой опыт. Так, например, видимость при стрельбе и закрытие стала ожидаемо сложнее, и нужно периодически из-за него выходить, что делает сражение ощутимо сложнее. Однако для эстета всё может быть не так уж радужно. Для корректной реализации задумки автору модификации пришлось пойти на технические компромиссы. Руки героя, а также его оружие, на экране не отображаются, виден только лишь прицел. В случае, если подобное положение дел вас не смущает, а пробовать игру с видом из глаз желание таки имеется, то отыскать данную модификацию на Nexus Mods вам не составит особого труда. Разработчики из студии NetherRealm завоевали признание геймеров в целом и поклонников качественных файтингов в частности не только благодаря серии Mortal Kombat. Многие любят также диалогию Injustice, что давало возможность надрать пятую точку персонажам комиксов DC. Вторая часть вышла в далёком 2017 году, а потому журналисты не упустили возможность задать вопрос Эду Буну, создателю Mortal Kombat, ответственному и за серию Injustice. Планируют разработчики делать триквел серии или нет? Бун рассказал, что причиной выпуска новой части Mortal Kombat раньше третьей Injustice стал переход на новый графический движок. Разработчики не хотели делать слишком большой перерыв между частями флагманской серии, потому и с Injustice решили подождать. Само собой, пандемия тоже внесла вынужденные коррективы. Но всё же замена Unreal Engine 3 на более технологичный Unreal Engine 4 оказалась основной причиной. Ранее тайтлы студии выходили друг за другом, чередуясь между собой. Теперь же данная логика оказалась вынужденно нарушенной. Однако, по словам разработчика, триквел всё ещё в планах. Логичным было бы предположить, что к его разработке авторы приступят вскоре после релиза Mortal Kombat 1. Если вы вдруг, чем чёрт не шутит, проживаете в Лондоне, или же совсем скоро планируете туда добраться, то для вас есть потрясающая новость. Потому как в знаменитой Белой Башне Лондонского Тауэра открыли занимательную инсталляцию, в рамках которой любой желающий может оценить работу оружейного мастера Тодо Тодо Дескини, что заботливо выковал точную копию меча из Final Fantasy XVI, оружие, которое носил главный герой игры Клайв Росфилд. Так что, если вы ещё и геймер, то без лишних раздумий бегом туда. По заверениям оружейника, для него самого данная работа стала особенной, и он ею очень гордится. Как-никак, фанаты смогут увидеть его творение, посвящённое любимому многими игровому проекту, наряду с другими экспонатами коллекции Королевской оружейной палаты. А такая возможность, что не говори, стоит многого. До премьеры третьего сезона сериала «Ведьмак» остаётся чуть более недели. И, если кто по-прежнему не в курсе, он станет последним для исполнителя главной роли Седовласова Геральта, Генри Кавилла. А по случаю скорого выхода, Netflix поспешили представить новый ролик. В нём показали динамичную экшн-сцену с участием непосредственно Белого Волка, а также его боевых подруг в лице Йеннифера Цериллы. Те сталкиваются с многочисленными врагами и эффектно раздают им, что называется, на орехи. Похоже, что создатели сериала всё-таки понимают, какие стороны их многострадального шоу были по-настоящему сильны. Несмотря на критику сериала «Ото всех, кому не лень», экшн-сцены тому достоились похвал от зрителей и критиков. А потому упор в трейлере сделан именно на них. Напомним, что несмотря на уход Кавилла из сериала, целеустремлённая команда продюсеров из Netflix намерена выпустить ещё как минимум два сезона, главную роль в которых теперь исполнит Лиам Хемсворт, брат исполнителя роли Тора из киновселенной Marvel. Кавилл же высказал желание принять участие в съёмках киноадаптации Warhammer 40.000. Исполнительница роли Элли в сериальной адаптации The Last of Us Белла Рамзи рассказала о коренных изменениях в характере её персонажа к моменту событий грядущего второго сезона, что сейчас находится в активной разработке. По словам актрисы, персонаж Рамзи станет в разы более жестоким, и продолжение проекта, в общем-то, совпадает с игровым каноном. В сиквеле «Одних из нас» характер Элли претерпел значительные трансформации в связи с некоторыми событиями, но на всякий случай обойдёмся без спойлеров. Скажем только, что в сериале на изменения в характере главной героини существенно повлиял конкретный момент в одном из эпизодов, связанный с персонажем Дэвидом. По мнению самой актрисы, это был тот самый поворотный момент, во время которого героиня выпустила всю ту накопившуюся боль и страх, что долгое время не давали ей покоя. Рамзи отметила, что зритель обязательно заметит то, что героиня определённо испытывает как испуг, так и с другой стороны ощущение удовлетворения касаемо происходящих внутри неё перемен. А потому, вполне вероятно, что многих зрителей, незнакомых с первоисточником, такая трансформация может натурально шокировать. На очереди рубрика «Блиц». Обо всём остальном, но чуть более кратко. Студия Larian запустила игру-приквел к Baldur's Gate 3. Данный проект запускается прямо в браузере и ориентирован не на одиночное прохождение, но на коллективную игру всем сообществам игры. Завязка же довольно проста. Было совершено некое убийство, а нам необходимо разобраться, кто виноват. Раз в 24 часа проходит голосование, и игрок действует согласно совокупным результатам. Недавно вышедшая демо-версия Souls-бвика про Pinocchio Lies of Pi бьёт рекорды по онлайн. По сообщениям разработчиков, демка была загружена более миллиона раз в течение недели после выхода, а прямые трансляции оной собрали уже более 170 тысяч одновременных зрителей на Твиче. Кроме того, ключевая фраза, собственно, Lies of Pi, стала третьей по популярности в Твиттер. Компания CD Projekt показала кадры игрового процесса, грядущего дополнения для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Релиз всё ближе, а потому пришло время вовсю делиться подробностями. Утверждается, что ролик был записан на PlayStation 5. Показанные же кадры демонстрируют персонажа Идриса Эльбы, несколько боевых сцен и поездки на автомобиле. Все эти элементы, по словам разработчиков, так или иначе подвергнутся качественной переработке. Так это или нет, узнаем уже 26 сентября, в день выхода дополнения. Разработчики из Ascendant Studios, что ответственны за магический шутер Immortals of Avium, сообщили о переносе проекта. Сделано это было в целях оптимизации. Игра ещё в момент анонса буквально шарашила своими драконовскими системными требованиями. Теперь игра выйдет 22 августа этого года, что на месяц позже, нежели было запланировано ранее. Бренд-менеджер франшизы Final Fantasy Есинори Китасы к разочарованию многих сообщил, что о ремейке шестой части серии речи сейчас не идёт вообще. Сама студия Square Enix уже давно желает заняться обновлением данной игры, но Китасы считает, что для начала нужно доделать ремейк семёрки, что находится сейчас на повестке дня. А потому думать о работе над ещё одной игрой во франшизе было бы в данный момент отнюдь неразумно. Star Wars Jedi Survivor получил очередное, шестое по счёту обновление, направленное на устранение многочисленных багов и недочётов. С его установкой, предположительно, исчезнут проблемы при использовании фоторежима, а также коллизия игровых объектов и проблемы, связанные с вылетом, будут окончательно исправлены. А прямо сейчас самое время для рубрики «Цирк с конями». Космическая игра Starfield ожидается эксклюзивом для ПК и консоли от Microsoft, а вот пользователей PlayStation оставили, как известно, несолоно хлебавши. Иногда так тоже бывает, как вариант, всем желающим предлагается купить Skyrim по энному разум. Игроков, привыкших играть на консоли от компании Sony, такой расклад, разумеется, не устроил. А потому планируются масштабные акции протеста с целью байкота Microsoft. А ко всему прочему, была создана петиция с предложением сделать не только Starfield, но и все будущие игры студии Bethesda эксклюзивом для PlayStation. Шаг, конечно, самоуверенный, но создатели петиции постарались всё это дело подкрепить твёрдыми аргументами. Судите сами. Во-первых, по мнению авторов, эксклюзивность игры для Xbox повредит не только самой PlayStation, но и игрокам. Потому что, когда столь крупный проект, как Starfield, выходит только лишь на Xbox, это существенно сокращает совокупное количество игроков. К тому же, очевидно, отпадают игроки с консолями от Sony. А следовательно, Microsoft сможет устанавливать гораздо более высокие цены ввиду отсутствия конкуренции, отбирая игроков у Sony, что не является допустимым вариантом. Второй пункт гласит, что Xbox и его 12 преданных игроков банально не заслуживают Starfield и вообще какой-либо эксклюзивности. Потому как они не только высокомерны и назойливы, но и вызывают чувство раздражения с момента презентации игры. Теперь же они будто специально распространяют новости о Starfield, дабы вызывать у владельцев PlayStation всё большую фрустрацию. Третий аргумент состоит в том, что эксклюзивность не пойдёт на пользу ни Microsoft, ни самой Starfield. Всё предельно просто. Если игра выйдет на Xbox, то это будет провал. В качестве примеров авторы приводят Redful и Halo Infinite. Но вот если она выйдет на PlayStation, то это с 90% вероятностью будет хорошая игра. Альтернатив или компромиссов не предусмотрено, а тот, кто утверждает иное, распространяет фейки. Поэтому, чтобы Starfield не стала громким провалом, а также самой забагованной игрой, которую только видел белый свет, всего-навсего нужно выпустить её на PlayStation. И, наконец, в-четвёртых, тут камни полетели в огород непосредственно Фила Спенсера. Недовольные сетуют на его безответственность и бесхребетность. Ведь серьёзный руководитель совершенно точно не допустил бы Redful, а горячо ожидаемый Fallout New Vegas 2 давно бы уже выпустил. Но этого отнюдь не произошло. Вот если бы Sony купила Obsidian и Bethesda, проекты мечты уже заполнили бы полки игровых магазинов. В петиции также напомнили о том, что у Sony имеется обширный и успешный опыт инвестирования в игровые студии. Следовательно, финансовые ресурсы японской компании определённо поспособствовали бы улучшению игр Bethesda. Данная грозная петиция за авторством некоего Бенджамина Дики уже собрала 2500 подписей. И это кажется не предел, однако работа ещё не початый край. Ведь заветная цель — 5000 подписей. Да вот только что будет после того, как необходимое количество будет наконец набрано, остаётся тайной. Предлагаем вам, друзья, оставить свои предположения в комментариях под видео. А мы на этом выпуск завершаем. По славной традиции не забывайте жмякнуть палец вверх, а то и подписаться на канал. Ну и оставить в комментариях меньше чем три или любой другой чуть более содержательный комментарий. Также не стесняйтесь рассказать о нас друзьям и поделиться видео в своих любимых соцсетях. За столь благородные поступки посылаем самые яркие лучи добра. Вернёмся уже очень скоро, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.